Мир захлестнула мода на муссовые десерты, которые набирают популярность с каждым днем. Однако, насколько рентабельен этот вид бизнеса? Как выявить целевую аудиторию и продумать действенный маркетинговый план? Об этом и многом другом поговорим с владелицей кондитерской Гуляим Инкарбековой в, пожалуй, самой вкусной программе на канале Atomicent Business. Сегодняшний выпуск программы назвали «Сладкий бизнес». Здравствуйте, Гуляим. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо большое, что пришли в время прийти поговорить. Здравствуйте. И все-таки первый вопрос. Насколько же рентабельен такой вид бизнеса? Если говорить о рентабельности, то сейчас, видите ли, большая конкуренция среди кондитеров, потому что очень много предложений на рынке, разнообразие. Но с моей стороны я предлагаю именно муссовые десерты. То есть это то, что пришло к нам с Европой. Таких сейчас у нас на рынке мало. Поэтому я на этом не останавливаюсь. Я все равно вкладываю в свое образование, в свои обучения, навыки. То есть я этого всего набираюсь. Я думаю, что самая лучшая инвестиция – это все-таки инвестиция в себя. Тем более кондитерский бизнес предусматривает то, чтобы не останавливаться на одном, а всегда улучшать качество, улучшать товарный вид, преподносить новинки, всегда следить за трендами, что сейчас предлагает мир, что хотят именно клиенты. То есть все это учитывая. Учитывая, конечно же, это качественный инвентарь, это продукты качественные, допустим, использование дорогих продуктов. Это немаловажно, потому что именно вот эти все факторы как раз-таки образуют цену вашего товара. От этого вы получаете определенный доход. Но изначально я начинала не только для того, чтобы получать доход. А для меня было больше важно само мнение клиентов, их эмоции, их восхищение, их восторженные взгляды. Это все равно непередаваемо, это бесценно. Но в любом случае, конечно же, я получаю от этого доходы, но я вкладываю это дальше. По вашему мнению, этот рынок рентабельен, этот вид бизнеса на рынке. Для того, чтобы он был конкурентоспособным, важно удивлять своего клиента. Хорошо. Вы знаете, есть владельцы бизнеса, например, один производит какую-то определенную продукцию, ему нравится сам процесс, кто-то сразу ориентирует на получение дохода. Но вот как же все-таки зарождается мысль на вашем опыте, по вашему мнению? Как приходит бизнес-идея? Бизнес-идея, это все равно, когда ты вначале изучаешь рынок, я сама по себе люблю сладкое, шоколадки различные, десерты. Но я никогда не задумывалась о том, что буду кондитером. Я это так не изучала. Но со временем пришла к тому, что почему бы не делать то, что нравится мне? Почему бы из этого не сделать бизнес? Потому что я могу, мне это нравится, это мне приносит огромное удовольствие. Я смогла бы также предоставить это клиентам качественное свое видение на кондитерский мир, на кондитерский бизнес. И, возможно, у меня собралась бы огромная база своих постоянных клиентов, на что я, в принципе, и ориентируюсь сейчас. Так что, изучив рынок изначально, что есть в Европе, что предлагают кондитеры, в основном я изучала российский рынок. И, конечно же, сравнила с нашим и посмотрела, что все-таки у нас муссовых десертов очень мало, а именно шоколадных фигурок в стаканчиках тем более. Поэтому я знала, что это будет моей фишкой, я буду этим отличаться. Я думаю, это самое важное. То есть у клиента огромный выбор кондитеров сейчас, большое количество. И он должен, вы должны себе ответить на вопрос, почему клиент должен прийти именно к вам, почему он выбирает именно вас. У вас должны быть свои фишки, свое отличие, своя индивидуальность, свой дизайн авторский. И вот это вот все дает вам как раз-таки тот самый успешный бизнес. И как раз вы получаете то самое, весь, все удовольствие от этого процесса. Когда изготавливаете, преподносите, это, я думаю, для бизнеса важно. Хорошо. Очень много людей, владельцев бизнеса, приходят в нашу программу. Красные линии всего разговора всегда проходят то, что свое дело нужно любить. Вопрос, который я до этого задал, он на самом деле не праздный. Почему? Потому что нас смотрит большое количество молодых людей, у которых очень много идей. А ведь идеи, как правило, приходят в крайне юном возрасте. И наша задача дать им алгоритм действий. То есть, что нужно совершить для того, чтобы твой бизнес или твоя идея получила реализацию. И была реализована как таковая. Вот первое, вы говорите о том, что продукт, который вы предлагаете, должен быть уникальным. Понятное дело, должно быть качество. Есть ли еще какие-то секреты, о которых можно было бы сказать? На вашем опыте. Секреты? Ну, я думаю, что самый важный фактор – это общение с клиентом. То есть, именно клиент – ваш доход. Именно клиент дает вам те самые эмоции, которых вы ждете от этого процесса. Поэтому контакт именно с клиентом, постоянное общение. Обратить вначале его внимание на себя. То есть, чтобы он заинтересовался именно вашими десертами. Это заслужить его доверие. То есть, всегда, когда вы с ним общаетесь, вы спрашиваете, как он видит это десерт. Мы это делаем на опыте вашего бизнеса. То есть, мы как бы обрисовываем этот алгоритм. Да, сам процесс, как я это делаю. Обратившись с несколькими предпринимателями, вы видите на рынок что-то новое. То, что клиентам нужно. То есть, один школе невоим. Да, можно будет. А вот как быть тогда с тем, что, ну, нередко случается так, что моя идея, ну, я как-то вот немного жадничаю ей поделиться условно. Ну, не дай бог, не я, конечно, мы берем начинающих предпринимателей. И все меньше и меньше людей, к великому счастью, боятся конкуренции, да, потому что понимают, что это, ну, абсолютно нормальный закон бизнеса. Но в то же время есть люди, которые неохотно делятся своей идеей. Как тогда строить партнерскую сеть? Я вас понимаю, потому что я сама такая, я не хочу делиться с кем-то, но я имела в виду находить партнеров, это то, что необходимо, то, что дополнило бы ваш бизнес. К примеру, у меня десерты, мне нужны упаковки качественные, презентабельные. И у меня есть такой сейчас партнер, я нашла такого партнера, который предоставляет мне те упаковки, которые нужны мне по моим стандартам, по моему дизайну. И вот, готовый партнер, также партнер, допустим, по изготовлению тех же самых визиток, буклетов, трифлетов, это тоже очень важно, это тоже своего рода партнер. Или же партнеры, которые постоянно занимаются рекламой твоих десертов, то есть продвигают их как-то вот в этом плане именно. Мы об этом чуть позже еще поговорим. Такой вопрос. Все-таки для того, чтобы, первое, это качество, второе, это, ну не то чтобы уникальность, а, скажем так, товар, который редко встречается, или продукция, которая редко встречается, то есть какая-то своя фишка. Но ведь на вашем, на опыте вашего бизнеса, кто продумывает линейку продукции? Почему вот у нас сегодня в студии, ну, именно ангелы, а, ну скажем, не какая-нибудь машинка там или еще что-то? Я думаю, что сам владелец бизнеса, потому что, ну, изначально, потому что он изучает рынок, то есть он ведь вкладывает в этот бизнес, он продумывает, что он мог бы предложить, и почему он выбирает, ну, то есть он решил продавать ангелов, а не мишек там или зайчиков, возможно, мишек и зайчиков и так хватает. Изначально, да, это сам тот, кто строит, да, хозяин бизнеса, тот, кто строит бизнес, он определяет для начала, а в дальнейшем уже, когда идет на расширение, конечно, он нанимает людей, которые этим всем занимаются, которые следят постоянно за трендами, за новыми идеями, это уже в дальнейшем, когда именно расширенный бизнес, конечно. Ну, здесь видите еще понятийный аппарат, вот вы как девушка к нам сегодня принесли ангелов, а я как мужчина, мне интересны машинки. Но, знаете, довольно сложно вести передачу, когда ты как раз это стоит на столе, ты думаешь не о разговоре, а о том, все-таки, какой же это все на вкус. У нас есть, для того, чтобы отвлечься от этой темы, у нас есть традиционная рубрика «Бизнес кейс», мы сейчас на нее прервемся и через несколько минут вернемся в студию. В последнее время часто можно встретить новости, что та или иная компания выходит на IPO. IPO – это когда компания хочет предложить свои акции широкой общественности. Соответственно, статус компании меняется. Вместо «частной» акционером не может стать любой желающий, она становится публичной. Акционером может стать любой желающий. Зачем компании проводят IPO? Все дело в деньгах. Компания хочет привлечь средства. После получения эти деньги могут использоваться для развития бизнеса или, к примеру, для реинвестиций в инфраструктуру. Ну и кроме того, попадание в листинг крупнейших мировых бирж – это еще и престижно. Мы тем временем продолжаем. И следующий вопрос. Кондитерская кулинария – это всегда, зачастую, блюдо на заказ. Так вот, если этих блюд на заказ нет, то тогда это стандартный набор продукции, который, скажем так, ежедневно предлагается. Но ведь блюдо на заказ – это очень сложно. Почему вы выбрали именно такой сложный путь? И вообще, на самом деле, что выгоднее продавать? Когда у тебя есть какая-то определенная линейка, и ты работаешь с ней? Или же все-таки, когда ты удовлетворяешь фантазию и потребности заказчика? Ну, лично я выбираю второе. Потому что для меня это ближе, мне это приятнее. Потому что клиент, когда приходит именно с индивидуальным предпочтением, это намного интереснее. Пусть это будет сложно, но зато это интересно. И ты сам развиваешься, а не так, что ты постоянно одно и то же делаешь. Это будет скучно, однообразно. И, возможно, есть большая вероятность того, что тебе это надоест. И, возможно, и потеряется сам вкус этого десерта. Когда приходят именно каждый раз разные заказы, это очень даже закаляет тебя. То есть ты всегда на чеку, всегда стремишься, всегда должен предлагать какие-то идеи. То есть это совместный небольшой проект с клиентом, с которым ты можешь обсудить каждую деталь. Это же ведь тоже интересный сам процесс. От этого вы получаете, так скажем, эмоции те самые, когда вы готовите индивидуальный заказ, отличающийся от предыдущего. Поэтому, я думаю, я выбрала второй вариант только из-за того, что это намного интереснее. Ну, не всегда заказчики могут выразить свои идеи. Вы сделаете что-нибудь красивое, а что, ну, не знаю, на ваш вкус. Бывали такие ситуации? Бывали, но для этого очень важно поговорить с клиентом, все равно вывести его на такой разговор, чтобы уточнить хотя бы какие-то детали. А должны быть какие-то шаблоны, ну, например, на основе чего-то, то есть от чего стартовать вообще? Ну, конечно, изначально вы предлагаете, вот у меня вот есть стандарт, что я делаю муссовые десерты, я делаю шоколадные фигурки, там муссовые торты. Мы можем их обыграть вот так, то есть вы предлагаете различные варианты, то есть вы предлагаете основу, и из этого у вас вытекают определенные дизайны именно при работе с клиентом совместно, когда уже разрабатываете. А там он уже сам делает выбор, конечно. Хорошо, а вот по вашему мнению, все-таки приготовление муссовых десертов – это очень трудоемкий процесс. Не легче ли было взять что-то попроще, капусту квасить, не знаю, делать те же самые пирожки, то есть сдобу, а не пирожные? Ведь это тоже довольно прибыльный и интересный бизнес. Да, прибыльный, интересный, я думаю, но я даю предпочтение сладостям, потому что я сама их люблю, и люблю экспериментировать, пробовать что-то новое, вносить эти изменения. Мне нравится делать то, что я люблю, то, что больше всего у меня получается. Простите, простите, я подкорректирую свой вопрос. Ну, скажем так, есть трудоемкий процесс, и я не хочу никого обидеть, но все-таки кондитерские изделия – это не товар ежедневного потребления. А, например, та же самая сдоба или то, чем занимаются многие другие предприниматели – это то, что нужно ежедневно. Но вы пошли по такому, скажем так, нелегкому пути. То есть, когда мы говорили о рентабельности, мы как раз-таки говорили о том, что это не то, что пригодится каждый день. Вас не пугает то, что количество клиентов все равно ограничено в этом смысле? Нет, меня это не пугает и меня это не останавливает. В любом случае, я буду этим делом заниматься, потому что кондитерский мир, он безграничный. Всегда можно предложить, всегда можно найти что-то новое. Также в кондитерской делице между собой, то есть можно заниматься также выпечкой или же найти увлечение в бисквитных тортах. Не надо себя ограничить. Да, то есть он мир обширный, этот кондитерский, и можно выбирать любое направление. Возвращаясь к теме советов нашим зрителям, все-таки по вашему мнению, какую роль должен играть автор идеи, владелец бизнеса? То есть он должен все нести на себе, потому что сейчас довольно часто мы слышим о тренингах, о многих учениях, методологиях по поводу того, что нужно делегировать. А как делегировать, если это твоя идея, ты знаешь, как ты видишь выход этой продукции, доход от этой продукции и вообще как ее нужно продвигать. То есть вы на сегодняшний день успешный кондитер. На вашем опыте вы делегировали или все несли на себе? В основном все несу, конечно, сама, но при этом я получаю постоянную консультацию, хожу на тренинги, потому что это важно. Я не скажу, что с самого начала я все знала и построила успешный бизнес. Нет, это все равно возникает в ходе дела, в ходе самого процесса определенные вопросы. Трудности. Все это. И есть, допустим, Атамикет, куда я постоянно обращаюсь за консультацией элементарно по документам, как правильно это сделать. Все эти тренинги по стартапу, это очень важно и это мне, в принципе, помогает. Информативно. Да, потому что сейчас очень много технологий, разных техник этого продвижения бизнеса. Это все нужно этим пользоваться и применять в своем бизнесе. Хорошо. Вы сказали о трудностях. Так все-таки с какими трудностями пришлось столкнуться? Что не нужно повторять нашим зрителям для того, чтобы не ошибиться? Для начала это... Именно если по мне судить, то у меня возникла трудность именно с доставкой. То есть весь процесс я не до конца продумала. Я его сделать сделала, приняла заказ, но сам доведение до клиента, вот это вот в этом плане у меня возникла трудность. То есть доставку курьером я один раз воспользовалась, случаем, о чем я пожалела. То есть он меня подвел, поэтому я все делаю в основном сама, даже доставкой занимаюсь сама. То есть на негативном опыте вы уже сделали для себя какие-то выводы. Поэтому очень важно в каждый момент продумать на себе, это испробовать самому, да, попробовать доставить или сделать, получить вот этот даже обратный отзыв от клиента. Вот когда ты видишь с ним тет-а-тет и разговариваешь, он тебе это оставляет эти эмоции, а не там, допустим, курьеру. И даже он там тебе на месте уже говорит свой отзыв, что он хотел, потому что ему не понравилось, что ему понравилось. Это тоже учитывается ведь. А когда курьеру передается, то все равно он может на этом процессе остановиться. То есть вам важно зацепить своего клиента, то есть до конца доработать этот процесс и так, чтобы этот клиент остался именно в вашей базе клиентов. Хорошо. Мы так плавно подошли к теме продвижения кондитерской деятельности. Каким образом вы себя продвигаете? Это соцсети, это цыганская почта, это брошюры, визитки или реклама. То есть как можно продвигать такой специфический бизнес, кроме того, что это есть вывеска на кондитерской, условно, или в магазинах где-то. Это, конечно же, продвижение через интернет, реклама, о которой вы говорите. Также здесь есть сарафан эротип, когда ты, допустим, проводишь акции различные, там розыгрыши, все равно клиент, когда получает, он оставляет же ведь отзыв не только тебе, но также и, допустим, своим друзьям, своей семье, рассказывает, что вот, да, он попробовал, было очень вкусно, здорово, там, и оставляет контакты, там, или этот человек начинает искать. Это тоже важно проводить на постоянной основе эти акции, подарки. Ну, и также, наверное, реклама через блогеров, людям, которые доверяют клиенты. Ну, и сам товар тоже должен быть, наверное, брендом сам по себе. Хорошо, Гуляем, спасибо большое, что нашли время, пришли поговорить на такую вкусную тему. Вам желаем успехов и, действительно, когда мы идем по проторенной дорожке, то у нас есть определенный уже большой опыт тех людей, которые шли по этой дороге. Когда же мы выбираем бизнес, который, ну, скажем так, еще не изведан особо широко, ну, это большая смелость, поэтому еще раз успехов вам. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, это была программа «Бизнес-школа». Меня зовут Тимур Сержанов. До новых встреч на канале Atomic & Business. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова